Жители Молчановского района смогут увеличить потребление газа. Модернизация, которую компания «Газпром Трансгаз Томск» провела на газораспределительной станции в местной Нарге, позволит повысить надежность работы оборудования и максимально автоматизировать процесс. Так выглядит только что отремонтированная газораспределительная станция. Специалисты обновили оборудование и максимально автоматизировали его работу. Это повысит надежность поставок голубого топлива населению. Оборудование, которое было применено здесь в рамках импортозамещения, было применено нашего российского производителя, оно блочное, которое зарекомендовало себя очень хорошо. То есть оно смонтировано, работает, то есть, что можете убедиться. Сотрудники демонстрируют работу автоматики. Все процессы выводятся на экран. Показания датчиков параллельно поступают на пульт диспетчера в Томск. О какой-либо нештатной ситуации станет известно сразу. Дежурный оператор, который в этот момент может находиться не на рабочем месте, мгновенно отреагирует, например, при проблемах с электроснабжением. Если пропадает напряжение, уходит сигнал на дом оператора, уходит сигнал диспетчеру, что пропало напряжение. И в любом случае оператор сюда приедет. Обновленная ГРС будет обеспечивать надежную поставку газа на предприятия и жилые объекты. Местные власти говорят, практически все домовладельцы уже оценили преимущества газа. Во-первых, дешевле. Во-вторых, с газовым котлом проблем намного меньше, чем с обычными дровами. Осенью включил отопление, весной выключил. Газ для деревни – это благо. А большая часть жителей оснащена газом. Впереди зима, которая обещает быть морозной. Но в домах сибиряков будет тепло и уютно. Оборудование на газораспределительной станции в Нарге, как и еще на нескольких ГРС в Томской, Новосибирской и Омской областях, обновлено в рамках программы «Газпром Трансгаз Томск» по ремонту ГРС. Кроме того, компания ведет строительство газопровода «Силы Сибири» в рамках восточной газовой программы. Ее главная цель – газификация регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Алексей Смирнов, Андрей Никифоров, Вести Томск.